Здравствуйте в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Учимся у лучших. Югра перенимает у республики Татарстан успешный опыт управления. Доброта, любовь к детям и терпение обязательны. Социальные работники отмечают профессиональный праздник. Обновят 19 площадок в 16 городах и районах Югры. В округе подвели итоги голосования за объекты благоустройства. И обо всем подробнее прямо сейчас. Югра перенимает успешный опыт Татарстана. Делегация округа во главе с губернатором принимает участие в программе обучения управленческих команд в Казани. У республики есть чему поучиться. Татарстан по состоянию инвест-климата занял второе место в рейтинге российских регионов. Обучение разделено на секции. Экономика и инвестиции, благоустройство их ЖКХ, взаимодействие с населением и социальная сфера. В ходе реализации проекта его участникам представят опыт Татарстана в сферах повышения эффективности государственного управления, IT-технологии, развития предпринимательства, привлечения инвестиций, благоустройства, ЖКХ, обращения с ТЭКО, развития территории и другой опыт. Также югорчане познакомятся с особой экономической зоной Иннополис. Действительно, проект, который гостеприимно сегодня принимает Татарстан, имеет большое значение. Я бы отметила его полезность в том, что в данном случае мы учимся на опытах. И среди опытов это не только положительные, какие-то хорошо полетевшие проекты, но и ошибки. И это тоже имеет большое значение, и важно их хорошо квалифицировать, классифицировать и уметь с ними обходиться в реальной жизни. Накануне губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с общественными лидерами, победителями предварительного голосования партии «Единая Россия». Это 300 человек из разных уголков региона. О том, что такое карта развития и о принципах команды Югры, узнаете из следующего сюжета. Команда Югры. Название, которое знает каждый житель округа. Это люди, объединенные одной целью – работать на благо югорчан. Не только политики, но и волонтеры, общественники. Словом, неравнодушные люди – драйверы, которые ведут регион вперед. Губернатор подчеркнула важность командной работы накануне больших выборов. Команда Югры, состоявшаяся уже команда Югры, у нас 1 миллион почти 700 тысяч, и среди югорчан – те, кому югорчане доверяют эту ответственную работу. Представлять их интересы, обеспечивать реализацию их интересов. И в этой связи принцип деятельности нашей команды, команда Югры, она должна основываться на абсолютно понятных и, может быть, кто-то скажет, банальных подходах, принципах. Но они, безусловно, из тех, которые максимально востребованы и создают условия для эффекта, для того, чтобы мы были уверены в выполнении принятых решений. Это открытость, доступность, если говорить о людях, и постоянная оценка на эффективность. Не просто в процессе, не просто мы работали, не просто мы обратились, мы добились результата. Добиваться результата и отвечать на новые вызовы поможет карта развития Югры. Участники встречи взяли на себя обязательство разработать и реализовать этот проект. По сути, это комплексная программа, которая объединит в себе проведение открытых встреч и форумов. На них будут собирать предложения югорчан по развитию региона. На интернет-ресурсе с одноименным названием каждый сможет оставить свое сообщение о проблеме, узнать, чем сейчас живет Югра и предложить свою идею. Наталья Комарова подчеркнула, что жители найдут здесь все важное и необходимое для того, чтобы добиться результата. К слову, первые предложения в карту развития Югры внесли прямо на встрече. Состояние муниципальных дорог и улиц. Это проблема актуальна для нашего округа. Я считаю, что в рамках нашей деятельности, в рамках составления интерактивной карты развития Югры, нам необходимо внести эту проблему на эту карту и контролировать ее решение усилиями всей команды Югры. Имеющаяся дорога нуждается в каждодневном уходе за ней, а есть еще и потребности в создании новых дорог. Я исхожу из того, что в муниципалитетах есть карта дорог, которые нуждаются в различного вида ремонтах или карта тех дорог, которые нужно создавать. Исходя из этой оценки, это все делают горожане, мы оцениваем размер нашей работы в этом отношении, а цифровываем в бюджетных инвестициях это и закладываем по приоритетам распределенные обязательства на этот счет бюджет 22-го года и плановый период 23-го и 24-го года. Карта развития Югры – проактивная платформа. Это значит, что будут учтены конкретные предложения, пожелания, требования жителей, которые они выдвинут. При этом принципиально важным глава региона считает необходимость синхронизировать карту с достижением национальных целей, с работой по обновлению стратегии социально-экономического развития региона. Добавлю, что эта идея нашла отклик среди участников. Только командой мы сможем проработать те механизмы и достичь тех результатов, которые требуют сегодня и имеют запрос наше общество, наши уважаемые жители Хантамансийского автономного округа Югры. Также хотелось бы отметить, что на сегодняшний момент карта, которая предложена, и так много сегодня они действительно говорят, это тот инструмент, который позволит позитивно изменить жизнь и уровень жизни в том числе жителей нашего округа. В своей работе участники будут руководствоваться принципами, которые они обозначили на встрече. Как команда мы обязуемся. Первое. Воплотить в жизнь принцип общей ответственности депутатов перед избирателями. С момента создания команды, каждая проблема, которую ставят люди перед конкретным депутатом, считается также проблемой и всей команды, на решение которой будут брошены все наши общие возможности. Задач много, но когда ты не один, а в команде единомышленников, решить их будет гораздо проще. Каждая из членов команды имеет уникальный опыт работы и компетенции, но главное – это ориентированность на мнение жителей региона. Общение, прямой диалог позволят не только решать даже самые сложные проблемы, но и браться за реализацию самых амбициозных планов по развитию Югры. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники. Их в округе более 6 тысяч и большинство женщины. Помощь от них получают практически полмиллиона югорчан. Жителям региона предоставляется около сотни видов мер социальной поддержки. За последнюю пятилетку количество негосударственных поставщиков соцуслуг выросло больше, чем в 10 раз – с 16 до 182. В общей сложности в округе сегодня работают 213 организации соцобслуживания. В одной из них побывала наша съемочная группа. С помощью шишек и не только Светлана Дыханова помогает особенным воспитанникам познавать мир, развивать речь, моторику и координацию движения. Вот уже 18 лет она работает в Хантамансийском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проводят в игровой форме. Так детям проще усвоить материал и включить воображение. Я использую очень много игрового оборудования, музыкальное сопровождение и эмоциональный настрой. Это очень важно для наших ребятишек. И они с удовольствием идут на мои занятия. Обязательные качества должны быть у социального работника. Это доброта, любовь к детям, особенно терпение. В этом году реабилитационный центр Хантамансийска отметил 20-летие. Здесь трудятся больше 70 специалистов. Ежегодно они принимают около 1000 человек. Это не только дети СОВЗ, но и их родители, которые также нуждаются в поддержке соцработников. Сегодня в центре оказывают медицинскую, психолого-педагогическую, социальную и социально-бытовую реабилитацию. Все это помогает быстрее адаптироваться к условиям современной жизни. Самое для нас важное – это социальная адаптация ребенка, чтобы он действительно максимально был самостоятельный. То есть наши социальные работники, реабилитологи обучают детей поведению в быту самостоятельно. Плюс, к примеру, трудовой реабилитацией занимаемся. У нас в учреждении есть свой сад и огород. Есть, конечно, у нас служба домашнего, визитирование, которое выезжает на дом тем деткам, которые не в состоянии по своим ограничениям посетить учреждения. Сегодня опыт нашего региона по многим направлениям признан передовым в стране. Так, по итогам всероссийского конкурса «Проф.АйТ» в прошлом году, Югорский проект «Автоматизированная система обработки информации» стал лидером номинации «Социальная поддержка». Сервис позволяет назначать некоторые меры соцподдержки и услуги автоматически. На федеральном уровне отмечена работа и самих специалистов. К примеру, директор Нижневартовского многопрофильного реабилитационного центра для инвалидов Ольга Иванова в 2020 году одержала победу во всероссийском конкурсе «Лучшие руководители РФ». В этом году в Нижневартовском центре появилось сразу несколько новых направлений. Здесь установили современные тренажеры и гидрованну, а еще открыли интегрированный семейный клуб. «Мамы, получив с ребенком медицинский массаж, физиолечение, когда медицина заканчивалась, они от нас уходили. То есть им было неинтересно. И мы постоянно задавались вопросом, почему так. Сейчас идет четкое понимание, если ребенок или семья нуждается в длительной реабилитации, то родители записываются к нам на 6 месяцев, и каждый в своем индивидуальном графике посещает наш центр». Поделиться накопленным опытом югорские соцработники смогут на Всероссийском форуме «Вместе ради детей». Он пройдет этой осенью в Сургуте и соберет полтысячи участников. Вместе им предстоит найти новые решения, которые смогут обеспечить подрастающее поколение россиян счастливым детством. Наталья Акстель, Дармуратов, окружная телерадиокомпания «Югра». Нижневартовск потеряла монополию на обучение социальных работников в «Югре». С этого года подготовкой данных специалистов будет заниматься еще и Сургутский государственный педагогический университет. Студентов набирают как на бакалавриат, так и в магистратуру. По словам руководителя, перед открытием этого направления они проводили собственное исследование рынка труда и выяснили, что запрос в городе на таких специалистов очень высок. Прием абитуриентов на социально-экономическое направление начнется с 18 июня. Студенты будут изучать законодательную сферу, психологию и конфликтологию. Они также научатся социальному взаимодействию и проектной работе. Помимо этого, СургПУ планирует в скором времени открыть курсы повышения квалификации для действующих соцработников. Направленность, которую мы будем реализовать, это социальные технологии в различных сферах жизнедеятельности. То есть наши студенты владеют социально-педагогическими, социальными технологиями, управленческими технологиями, технологиями администрирования в социальных службах и учреждениях. То есть достаточно широкий спектр знаний, умений, навыков, которые они владеют. При тушении дома в поселке Барсово обнаружен труп человека с огнестрельным ранением. Именно такая легенда прозвучала на учениях Следственного комитета полиции и сотрудников МЧС. Силовики и спасатели на месте пожара отрабатывали взаимодействие. Как говорят в Следственном комитете, в этом году поджоги стали актуальной темой. В Югре за пять месяцев произошло более 20 случаев. И зачастую от слаженной работы зависит, насколько быстро будет установлен злоумышленник. Подробнее о том, как проходили учения, расскажет наш корреспондент Евгений Неупокоев. Мы находимся на пожаре в поселке Барсово. Этот дом за моей спиной загорелся не случайно. Его подожгли спасатели для того, чтобы провести учения. Сотрудники Следственного комитета, полиции и МЧС будут тренироваться отрабатывать совместные действия на сгоревшем объекте. Для проведения мероприятия администрация поселка Барсово выделила расселенный дом. Он стоит на пустыре. На месте пожара работает несколько различных ведомств, структур, у каждого из которых свои узкоспецифичные задачи. Потушить пожар, оказать помощь раненым, разобрать завалы, обеспечить безопасность. При этом никого из них, по большому счету, не интересует результаты расследования уголовного дела. Пожарные уже справились с огнем. На это у них ушло более получаса. Сейчас настало томительное ожидание. Специалисты ждут, когда проветрят помещение, чтобы можно было войти. На учения, помимо силовиков и сотрудников МЧС, пригласили волонтеров. Их роль – вносить суматоху, кричать, плакать и устраивать истерики. Все это необходимо для реалистичности картины. Покиньте, пожалуйста, место происшествия. Нет, я не покинул. Начните делать свою работу. Вот мы и делаем свою работу. Покиньте, пожалуйста, место происшествия. Я не вижу, что приедет. Я прошу помощи полчаса уже к вам подхожу, вы меня игнорируете, молчите. Успокоив взволнованную публику, следователи начали работу на месте происшествия. В настоящее время я провожу осмотр места происшествия с целью установления причинного сгорания жилого дома. Мы описываем вечную обстановку, а также обнаруживаем следы и предметы, имеющие значение для установления данного факта. Есть подозрение. Газоанализатор выловил пары ЛВЖ. Сейчас я собираюсь выявить первоначальный тип этого легкополоняющей жидкости с помощью специального оборудования. Можно немножко рассказать, как это оборудование работает? Сразу увидите или надо в лабораторию везти, эксперт? Есть оборудование полевое и лабораторное. Сейчас у меня с собой полевое, которое позволяет сразу на месте определиться. Это наиболее вероятные места сохранения остатков ЛВЖ. И после чего мы эти пробы с собой отбираем, направляем в лабораторию уже на лабораторное исследование, которое может показать вплоть до марки бензина, которым орудовал поджигатель. На учениях будут отрабатываться две версии. Одна криминальная, вторая нет. Что касается последней, то тут сотрудникам пожнодзора необходимо будет установить причину возгорания и доказать, являлось ли это поджогом или нет. Вторая криминальная, более интересная. По легенде, при тушении в доме обнаружен труп человека с огнестрельным ранением. Следователям предстоит осмотреть место преступления, найти орудие убийства и гильзу. Но это не единственный сюрприз, который им подготовили организаторы. В доме находится еще один труп, но его предстоит еще найти. В итоге опыт югорских силовиков не подкачал. Все задачи учений они выполнили. Специалисты Следственного комитета из Уральского управления положительно оценили работу наших силовиков и сотрудников МЧС. Евгений Неупакуев, Алексей Шахмаев, телеканал Югра, Сургут. В следующем году в Югре благоустроят 19 объектов, выбранных жителями округа. В официальной группе региона ВКонтакте опубликовали итоги голосования за объекты благоустройства. Всего в народном голосовании приняли участие более 110 тысяч югорчан. Скверы, парки, набережные и зоны отдыха обновят в 16 муниципалитетах. В Кагалыме, например, благоустроят парк Галактика. В Сургуте обустроят сразу 4 площадки. В Ханты-Мансийске победил проект благоустройства набережной Иртыша. Всего же с 2019 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» после народного голосования обустроили уже более 120 объектов по всему округу. Югорчане могут вернуться к тренировкам на свежем воздухе. В округе стартовал шестой сезон проекта «Фритренинг Югра». Организаторы с 2016 года приобщают югорчан к здоровому образу жизни. Бесплатные тренировки, мастер-классы по 15 направлениям пройдут в 7 муниципалитетах. Югорске, Ханты-Мансийске, Советском, Нефтьюганске, Кагалыме и Преобье. Среди направлений привычные кардио- и силовые тренировки, а также интервальные тренировки с весом собственного тела. Порт-де-брас – нечто среднее между танцами и фитнесом, а также другие. Главная цель необычного формата – дать возможность любому, желающему независимо от возраста и уровня подготовки не только найти единомышленников, но и познакомиться с профессиональными тренерами. В Нижневартовске ищут пропавшего енота. Годовалый зонтик во время перевозки открыл клетку и сбежал прямо из машины. Теперь хозяева, семья Шишкиных, почти ежедневно получают звонки о том, что их питомца видели то в одной, то в другой части города. Но поймать и вернуть домой любителя свободы пока не получается. Как сейчас идут поиски и почему югорчане с удовольствием держат дома на первый взгляд недомашних животных, расскажет Алексей Шабанов. Внимание, пропал енот. Подобное объявление нечасто встретишь на улицах российского города. Между тем, сейчас такие листовки украшают столбы в старой части Нижневартовска. Ловкий и ушлый енот-зонтик сбежал прямо из машины, когда хозяева перевозили его и самочку-тучку из квартиры в летний дом. Я заказала клетку. То есть сверху вот такие небольшие, а снизу подон поднимаешь, там вот такие квадратики. А он же как жидкость, как кошки. Голова пролезла, все остальное тоже. Он, получается, подон поднял, вылез с клетки. А багажник у нас чуть приоткрыт был, потому что труба металлическая торчала, и не закрывался он. И вот через это отверстие он у нас и вылез. Вот тот самый дом в старой части города, куда перевозили енотов на лето. И, в общем-то, по дороге зонтик сбежал. Это произошло в трех километрах примерно отсюда. И вот сейчас, пока тучка здесь живет одна и ждет своего друга. В семье Шишкиных зонтик и тучка появились год назад. Со всеми малышами их привезли из самарского питомника. Пушистая парочка обошлась вортовчанам в 25 тысяч рублей. Первое время их, как детей, пришлось выкармливать из бутылочки. Они были маленькие, на ладошке два комочка. Ну, туча, она естественная, она чуть побольше была, видать, самки, они всегда такие. И так вот, считай, год с 15, получается, с мая месяц они у нас бок о бок с друг другом. Шишкины уверены, что зонтик и сейчас бродит где-то рядом. Совсем недавно соседи видели его на ближайшей улице. Вот это вторая точка, где вортовчане видели зонтик. Позвонил хозяйке один из жителей поселка энтузиастов и сказал, что енот приступил к хозяйственной деятельности и раскопал грядки ему в теплице. Но пока человек хватился, еноту уже и след простыл. Вероятно, сейчас беглец прячется, так как боится шума и холода. Тем временем хозяева и тучка ожидают зонтика дома. В ближайшее время енотам нужно делать прививки, а через год в пушистой семейке запланировано потомство. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневатовск. Следить за новостями телеканала «Югра» можно в Инстаграме и ВКонтакте. А у меня на этом пока все. Будьте в форме, не сходите с дистанцией. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра». Сохраним лес вместе. Именно с таким девизом Югорский фонд капремонта присоединился к акции «Зеленый марафон», проводимой Сбербанком. В этом году забег был посвящен сохранению окружающей среды. Представители фонда призывали жителей отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронные. Показываем сургутянам наш сервис, который уже работает достаточно давно. Это наш личный кабинет на сайте фонда. Там можно зарегистрироваться и в режиме онлайн, не выходя из дома, грубо говоря, что в наши пандемийные времена тоже достаточно актуально. И оплачивать, то есть не выходя из дома, квитанции. Для консультации населения представители Югорского фонда капремонта приехали в Сургут, где участников «Зеленого марафона» было больше всего. Разместились они поближе к пункту регистрации, чтобы каждый участник мог их увидеть. Реакция сургутян не заставила себя ждать. Для многих возможность отказа от бумажных квитанций стала неожиданностью. Люди очень хорошо идут, понимают и обращают внимание на это. Как я уже и сказал, акция прежде всего экологическая, «Зеленый же марафон». Люди обращают внимание и действительно отписываются. Они мне очень помогли, полностью показали, как это сделать. Это заняло буквально 30 секунд, и теперь квитанции мне будут приходить по электронной почте. На самом деле это сервис достаточно новый, и нет, не думала, что можно оплачивать и получать безбумажные квитанции. Поэтому для меня это открытие, и я с радостью подключилась. Как говорят в Югорском фонде капремонта, сервис по подключению электронной квитанции разработан совместно со Сбербанком. И не только из-за требований современности, но и для спасения окружающей среды. По расчетам специалистов, только за месяц фонд рассылает по округу более 380 тысяч бумажных квитанций. А это примерно 47 деревьев, в год более полутысячи. И чем больше людей подключат электронные квитанции, тем меньше деревьев будут гибнуть.